Минск Минск Помню, да, было дело. Никто не верит, даже моя жена, что у меня были какие-то успехи, я 40 раз подтягивался, в общем-то был таким передовым спортсменом. Ах эти молодые годы, какие воспоминания они набивают. Здесь была целая жизнь, она была везде, и в спортзале, и во всем здании. Я помню, что в той разевалке был первый поцелуй. У нас зрителей столько, как бы не ударить в грязь лицо. Приезд такой знаменитости в родную Альма-Матер произвел настоящий фурор. Все гордятся своим выпускником. Здравствуйте, Марина Евгеньевна. Друзья, нас встречает. Это мой любимый педагог по сальпеджио, по теории. Ох, тяжело, признаюсь честно. Для меня это был, наверное, самый сложный предмет. Мне кажется, он преувеличил. Тоже кажется. Сейчас они могут уже смело рассказывать о том, как пытались списывать и подсказывать друг другу. У нас же было в группе всего четыре человека. Да, да. Нас рассаживали в четыре угла лицом в стену. Да, да, да. Но нас не обманешь. Были знаки. Да, да, да. Общая партия. Там главная тема. Оглядываясь на годы своего творческого пути, зная, какие перипетии пришлось пройти, Глеб с уверенностью может сказать. Базу музыкальную я получил вот в этих стенах. Потому что, когда я приехал в Московскую консерваторию, я вот пять лет на том материале, который, в общем-то, я получил здесь, я и как-то присуществовал. В моей жизни было очень много моментов, когда передо мной закрывалась дверь. Ни в коем случае не надо ставить точку. Надо, как бы, встать и идти дальше. С семи лет мальчик Глеб знал, что должен стать музыкантом. С тех пор он медленно, но уверенно шел к своей цели. И в свои 33 уже вынес несколько постулатов. Всегда есть к чему идти. Мне кажется, что артист, он имеет право называться артистом, если он развивается, если он прогрессирует. Если человек сам себе говорит, ну, я достиг всего, чего я хотел, то это уже путь назад. А на старых досках почета можно даже найти себя. Хорошо. Слушай, вот, по-моему, это я. Очень похож. Ты себя видишь? Это? Да. Нет, это не может быть ты. Почему? Да нет, это не ты, мы в это время уже были гораздо старше. Во! Стой, стой, стой. Вот это точно я, 100%. А вот ты! Большая часть музыкального колледжа сейчас на реставрации. Глеб и Андрей застали многое еще в том виде, в котором запомнили с детства. Мы, наверное, погуляем здесь, потому что столько всего, всяких воспоминаний, интересных историй, даже некоторые не для камеры. Поэтому спасибо большое, что были с нами. В общем, до встречи. Некоторые воспоминания мы проносим через всю свою жизнь. И не имеет значения, это жизнь простого обывателя или телезвезды.